Как живут ветераны Карачаева Черкесии сегодня? Какие вопросы и задачи стоят перед ними? Мы поговорим с гостем нашей студии программы интервью «Россия-24». Это заместитель председателя Совета ветеранов города Черкесска Хасуев Ханафий Магометович. Здравствуйте. Здравствуйте. Деятельность Совета Многогранна. Какие основные задачи решает ваша организация? Ну, наша организация, первые основные задачи это забота о ветеранах всех категорий. Это ветераны военной службы, это участники Великой Отечественной войны, это участники всех остальных боевых действий, труженики тыла, пенсионеры, оказание помощи по всем вопросам. Еще мы занимаемся воспитанием молодого поколения, школьников, студентов и всю молодежь нашего города. Бываем в школах, колледжах, рассказываем детям о нашей жизни, о том, как нужно вести себя в обществе, что такое Родина, как ее надо любить, нужно ли. Тем более сегодня, когда идет операция, вот это специально. А как молодежи относятся к Родине, к такой теме? Они с удовольствием нас слушают. Я обычно стараюсь с молодежью разговаривать, как бы беседовать, не рассказывать им там шаблонно что-то, а именно беседовать. Вопросы, ответы. В последние годы эта тема, воспитание патриотическое, стала намного актуальнее, чем ранее, да? Контртеррористическая операция у нас прошла. Почему? Они же должны знать, что у нас бандитов не должно. Сегодня борьба с фашизмом идет. Они должны знать, что это должно быть уничтожено. Мы можем жить в нашем государстве спокойно только тогда, когда вокруг нашего государства не будет вот этой всей нечисти, скажем так. А это молодежь должна знать от кого? От тех людей, которые прошли сами это все. Это кто в Афганистане побывал, в Чеченской войне там и в других местах. А это мы это все рассказываем. Вот скажите, пожалуйста, недостаточно собрать людей, организовать мероприятия. Нужно же поставить цель перед старшим поколением. Охотно ли они идут на мероприятие в роли спикера? Ветерана, я имею в виду. Знаете как, у нас именно в черкесской организации так все сложилось. И мои предшественники, и мы. У нас коллектив прекрасный. У меня, допустим, вот сейчас 15-16 числа, вот эти два дня, день участников боевых действий по всей России. Это не только вывод войск из Афганистана, а всех участников боевых действий. И все школы почему-то стараются вот в один день это провести, там в два дня провести. Ну, слава богу, вот коллектив Совета ветеранов прекрасный, который, ну, без проблем мы это дело все как бы перекрываем, с удовольствием идут. Только позвони, пригласи, они с удовольствием пойдут. Кто не может там красиво рассказать, все равно как-то что-то это самое. Диалог по-любому будет, да? Диалог по-любому состоится. Я думаю, дети остаются довольны. Ханамфей Магометович, скажите, пожалуйста, какова роль первичных организаций? Первичные организации, это же у нас заводы, медицинские учреждения, школы. Везде у нас есть пенсионеры, везде у нас есть ветераны. Есть у них свои руководители. Можно даже отметить таких руководителей, которые, допустим, нам очень сильно помогают. И они ту же роль играют только в своем... В своем коллективе, да? Да, 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 да. Это вот Капсаргенова Фатима Давлетовна, это председатель первичной организации городской больницы. Курчева Светлана Михайловна, председатель первичной организации республиканской больницы. Иван Михайлович Халадмаш, прекраснейший человек. Наверное, у него такой прекрасный музей истории завода холодильного машиностроения. В самом предприятии, да, находится, да? Да, 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 конечно. В самом предприятии. Все передовики, там у него книги такие хорошие. То есть человек, который душой занимается вот этим. Это все надо врубить в начало, что ли. Так что первичная организация нам оказывает очень большую помощь. У меня проблем, допустим, у нас в городском совете, ну, так как мы все-таки ветераны, и возраст у нас уже как бы это самое, часто приходится обращаться в медицинские учреждения. У нас с этим проблем, в связи с тем, что первичных, председатели первичных организаций с душой к этому относятся, проблем у нас почти нет. А вот скажите, пожалуйста, каково взаимодействие Совета ветеранов с местными органами власти? Ну, это можно сказать. Дело в том, что все то, что я сказал, что мы вот так красиво это можем, там, да, коллектив прекрасный, все хорошо. Но если бы местные власти нам не помогали, мы бы ничего не смогли сделать. Это однозначно. Почему? Потому что даже если я иду поздравлять, там, участника войны или, там, труженика тыла, с чем я пойду? Мы же на добровольных началах вроде, а местная власть. Бюджета у вас своего нет? Ну, откуда? Они нам помогают. Это мэрия нашего города. Помогает ли вам молодежь? О, еще как помогает. Могу отметить, я номерный директором Байрамуков. Вот его колледж и ребята, которые там, это мои волонтеры. Ветераны, которые уже живут сами в частных домах, так и в квартирах. Ну, не способны убрать, там, осенью, там, весной, там, все, я к ним обращаюсь, они бегом с удовольствием. Карачаевский педагогический институт или университет, как там. Университет. Оттуда приезжают, помогают. Каков был 2023 год для Совета ветеранов? Такой же обычный год, но за 2023 год мы оказали помощь военнослужащим СВО. Раз отправили продукты, носки, там, ну, вещи всякие. Потом был случай, когда отправили тепловизор, там, приборы ночного введения. Потом отправляли для разведчиков экипировку. Ну, это вот, как бы, сравнить с 22-м годом, вот это вот в 23-м году у нас вот, как бы, да. А так, ежегодно мы занимаемся оказанием помощи, поддержкой интересов ветеранов. В этом году, наверное, тоже будет то же самое продолжаться. Продолжаться работа будет. Работа, она не останавливается. Запланировать что-то какому-то ветерану как-то, ну, это возраст, во-первых, да, мы не можем предэто самое. А так, в плане основном, если как-то запланировано, у нас это школьники, молодежь, с которым надо постоянно общаться и на улице, и в классах, и в аудиториях, везде. Это работа с молодежью. Это вы рассказали, что в планах на перспективу. Да, и на будущее. Это самое яркое мероприятие, которое вы будете организовывать вот в 2023 году, ну, на ваш взгляд, самое важное, к которому нужно подготовиться. Ну, наверное, самое важное, как бы одно мероприятие, это постоянное мероприятие мы проводим, это не дать нашим ветеранам чувствовать себя одинокими. Вот это самое главное. Я рада, что вы пришли к нам и рассказали о своей деятельности. Желаю вам успехов и процветания в вашей нелегкой работе. Спасибо.